А вам тоже надоело это бесконечное многообразие чипсетов, которые нередко отличаются всего парой USB? Для сокета LG 1151 их было почти два десятка, а по факту нужны лишь три с половиной. И ситуация лучше не становится. Что Intel, что AMD продолжают изучать алфавит и вкидывать новые буквы в название чипсетов для каждого нового поколения процессоров. Сегодня мы расскажем, почему никому не нужны топовые Z и X чипсеты, как AMD в погоне за Intel обманула саму себя и почему на это повлиял конец разгона. На связи АМК, сегодня погружаемся в чипсетный ад. А так как в этом ролике нет рекламы, я воспользуюсь случаем и расскажу вам про наш телеграм, где мы каждый день для вас публикуем самые интересные IT-новости. Ссылочка будет в описании. Переходите, подписывайтесь и возможно мы еще там разыгрываем вот эту плату на... А нет, вот эту плату... А нет, вот эту плату на Ryzen 5 500. Также ссылочка будет в описании. Поехали. Истоком неразберихи можно считать нетипично для Intel долгоживущий сокет LJ775. В середине нулевых технологии развивались быстро. И если в начале 2000-х под него выходили одноядерные Pentium 4 с первой DDR и AGP, то под закат в 2008 году уже четырехъядерные Core 2 Quad с DDR3 и PCI-Express. И если добавить сюда пару версий SATA и USB, становится понятно, что для таких ощутимых изменений без новых чипсетов не обойтись. И старые, чисто физические, не получится подружить, например, с четырехъядерниками. А дальше Intel, видимо, вошла во вкус. Знаете, сколько чипсетов вышло под любимой многими LJ1155 под второе и третье поколения Core? 13. 13 чипсетов под два поколения процессоров и в большинстве своем разница лишь в количестве поддерживаемых SATA и USB, а разгон процессора и ОЗУ были лишь у пары топов. Более того, спецификации Intel – это скорее указание, а не жесткий свод законов. И нередко плата на более старшем чипсете по наполнению могла проигрывать решению на младшем. Но и вишенкой Intel тогда не церемонилась, и аж три чипсета из семи, вышедшие во времена второго поколения, не получили поддержку третьего. Владельцы плат на их базе оказались фактически запертыми в рамках одного поколения, хотя сокет физически новинки поддерживал. Но пользователи тогда простили Intel эти выкрутасы, все-таки Sandy Bridge оказалась во многом прорывной архитектурой, и многие до сих пор сидят на i7 второго или третьего поколения, ну или на их зионных аналогах. А вот Intel такую поблажку явно восприняла как слабость. Выпущенный в 2013 году LJ-1150, сокет под четвертое и пятое поколения, имел всего 8 штук чипсетов, между большей частью из которых разница была опять же на уровне погрешности по интерфейсам. И при этом 6 из них, вышедших во времена четвертого поколения, не получили поддержку пятого. Да, даже топовый Z87 с разгоном всего что можно. Представьте себе лица людей, купивших топовые платы в надежде на апгрейд в будущем. Знакомая картина. Intel тогда не хватило храбрости назвать сокет LJ-1150 V2 под пятое поколение Core. А вот в Skylake хватило. Эта архитектура вообще была пиком наглости компании. И это неудивительно. В 2016 году AMD не могла ответить вообще ничем. Двухъядерный i3-6100 разрывал топовый восьмиядерный FX в клочья. Как итог, под LJ-1151 вышло аж 18 чипсетов. Да, многие скажут, тут было две версии сокета, но модеры быстро поняли, что обленившаяся Intel не стала менять практически ничего. И после патчинга BIOS и изоляции пары контактов, даже на сотой линейке чипсетов отлично работали восьмиядерные i7 и i9, формально предназначенные только для трехсотых чипсетов. Разумеется, на фоне этого говорить про серьезные различия смешно. Была пару базовых, максимально урезанных чипсетов H110 и H310 для офисников, 4 Z чипсета для разгона ОЗУ и процессора, и 12 всяких B, Q и H, которые отличались, опять же, только количеством USB, SATA, поддержкой RAID, SLI и прочей мелочью, которая совершенно не важна подавляющему большинству пользователей. Особенно с учетом того, что наполнение больше зависит от конкретной платы. Казалось бы, абсурднее чипсетную вакханалию сделать уже не получится. И тут на праздник заглянула AMD. Компания понимала, что на старте их новый Ryzen не могут конкурировать по стабильности с решением Intel, поэтому был выбран верный подход – дать пользователям больше возможностей, чем предлагает конкурент в том же ценовом сегменте. В итоге, даже младший чипсет AMD A320, будучи как и H110 или H310, урезанным по всем интерфейсам, тем не менее получил поддержку разгона ОЗУ. Логика тут проста. Для разгона процессора нужна хорошая зона питания. Она стоит денег. А вот память потребляет мало, к тому же, очевидно, никто не будет ставить рекорды разгона на дешевых досках. Поэтому разрешить такой оверклокинг можно без удорожания материнки. Однако, эта красивая логика сломала всю дальнейшую линейку красных плат. Если на A320 есть разгон ОЗУ, значит, чтобы заинтересовать пользователей в следующем, по уровню чипсете B350, у него должна быть своя киллер-фича. И, само собой, напрашивался разгон процессора. В те времена разгон еще действительно имел смысл, и ускорение того же народного Ryzen 5 1600 до 4 ГГц могло повысить FPS на 10-15%, да и в среднем ценовом сегменте производители уже меньше экономили на VRM, ставили больше разъемов ОЗУ и слотов PCI-Express, прикручивали хороший звук и прочие плюшки. Но в таком случае уже старший X370 оказывался совершенно ненужным. Пара лишних USB, поддержка Nvidia Sly – это совершенно несущественное улучшение, чтобы доплачивать за топовый чипсет. И по итогу так и оказалось. Большинство пользователей при сборке даже очень дорогих ПК на Ryzen предпочли остановиться на хороших платах на B350, получая 95% всего функционала системы на AM4. Intel в это время выжидала. Зачем лидеру волноваться из-за какой-то там мелкой AMD, тем более если в играх последние выступали ощутимо хуже. Но вот уже в 2020 году с выходом 12 и 16 ядерных монстров на Zen 2 стало окончательно понятно, что ситуация на рынке разворачивается не в пользу синих. И Intel пришлось пойти на уступки со своим сокетом LGA 1200. Да, количество бесполезных чипсетов снова аж 12 штук, но теперь поменялась логика. Если в 400 линейке под 10-е поколение разгон ОЗУ и процессора был доступен только на топовом Z490, то вот в 500 линейке гнать память умеют абсолютно все чипсеты, кроме младшего H510. При этом оверклокинг процессора оставили только старшему Z590. И вроде бы такая иерархия выглядит логично. Есть самый простой H510, на котором нет совсем никакого разгона в угоду низкой цены. Есть следующий уровень B560 и H570, которые позволяют почувствовать себя оверклокером, тем более что DDR4 тогда уже активно дешевело, и модули на 3600 МГц стоили минимально дороже планок 2400-2666. При этом прирост производительности от такого разгона был знатным, нередко 20% FPS. Ну и под конец топовый Z590, который позволяет гнать и процессоры, и память. Не учла Intel лишь одно. 11-е поколение на новой архитектуре Rocket Lake, переведенной с 10 на 14 нанометров, оказалось крайне горячим. Настолько, что даже стоковый i9-11900K легко уходил за 300 Вт по тепловыделению, что ставило крест на любом разгоне. Лишняя сотня МГц легко могла докинуть кусочку кремния еще ватт 50. Как итог повторилась ситуация с AMD, но по другим причинам. Если у красных топовый чипсет был бесполезным из-за минимальной прибавки в функционале в сравнении со средничками, то вот у Intel различия в возможностях как раз таки были, но воспользоваться ими просто не получалось. Поэтому большинство пользователей, собирающих топовые ПК на LJ-1200, вполне справедливо решали не переплачивать за мизерный разгон и излишние горячие камни, останавливаясь на хороших платах со среднеуровневым B560. Что ставило крест на продажах Z590. Доходило просто до смешного. Магазины, отчаявшись продать такие платы, скидывали на них цены до уровня решений на B-чипсетах. Пора разбираться в совсем свежих LJ-1700 и AM4. Может там производители сделали выводы, оптимизировали чрезмерно раздутые линейки, но, как вы уже, наверное, догадались, нет. Встречайте AM5. Теперь не просто A620, B650 и X670. К ним добавили еще B650E и X670E. И буква E означает полную поддержку очень нужного PCI-Express 5.0 для первых слотов на плате, предназначенных для GPU. При этом у AMD нет до сих пор ни одной видеокарты с такой версией шины. А топовой RTX 4090 за глаза хватает PCI-Express 3.0 десятилетней давности. Едва ли даже к концу поддержки AM5, а это 26-й год, какой-либо быстрой видеокарте всерьез потребуется эта шина. Конечно, будущие затычки типа RX 7500 с парой линий PCI-Express 5.0 это может пригодиться, но едва ли такая карта попадет в пару к топовой плате. А вот урезанные решения на A620 идут, разумеется, только с PCI-Express 4. Получается, если раньше фактически бесполезным был только старший X-чипсет, то теперь к нему прибавились еще два E. То есть из пяти текущих чипсетов под AM5 только два действительно имеют смысл. Это базовый A620, который умеет гнать память, но не умеет разгонять процессоры, и B650, который умеет гнать все и имеет достаточное количество интерфейсов для подключения периферии. Остальные три чипсета нужны разве что гикам, и то, что эти платы не оценили обычные пользователи, уже сказывается на их ценах. Нередко хорошие решения с B650E стоят дешевле, чем B650. Так что хочется верить, что будущая 700-я линейка чипсетов AMD вернется к старой схеме из трех штук. А что там у Intel? На удивление, компания в LJ1700 стала слегка адекватней. Всего-то 9 чипсетов. Впрочем, это легко объяснить. Intel явно спешила выпустить на рынок свои действительно новые разнояйцевые Elder Lake, им было не до размножения чипсетов. За эту теорию говорит и тот факт, что компания допустила фатальную лазейку. Разгон по шине, не зависящий от чипсета. Для оверклокинга процессоров больше не нужен Z-чипсет. Платы на том же B660 с внешним тактовым генератором отлично гонят народный i5-12400 до 5 ГГц. Но даже если не брать эту оплошность Intel, которую компания залатала в 13-м поколении, все еще в целом логика линейки чипсетов была прежней. Только вот реалии изменились. Если среднеуровневые процессоры 10-го поколения под LJ1200 в базе поддерживали частоту ОЗУ только 2666 МГц, что делало переход на B560 с разгоном памяти логичным, то на LJ1700 даже самые простые двухъядерные Celeron держат 3200 МГц на простых платах с H610. А вот старшие B и H чипсеты память лучше гнать не стали. Потолок снова около 3600 МГц. И как итог разница с 3200 оказывается в большинстве задач минимальной. То есть плюс среднеуровневых чипсетов в разгоне памяти просто потерял смысл. Что касается Z чипсетов, то они вновь бесполезны. Мы уже говорили в одном из предыдущих роликов, что разгон процессоров умер. Времена LJ775, когда четырехъядерный Core Quad можно было разогнать изолентой на 25%, давно прошли. Жесткая конкуренция и высокое качество кристаллов заставляют производителей выдаивать из кремния все ГГц еще на заводе. И теперь ручной разгон может даже снизить производительность, так как нередко он отключает высокий буст отдельных ядер. Казалось бы, за Z-линейкой остался последний козырь. Максимально допустимый разгон ОЗУ. Но в текущей гонке за объемом кэша, в которую включились и синие процессоры, высокая частота ОЗУ снова перестала ощутимо влиять на FPS. Так что ситуация с LJ1700 просто комичная. Формально между ними хватает серьезных различий. На практике, если бы на H610 делали бы доски с хорошим VRM и по полной использовали все возможности по USB, PCI-Express, едва ли имело бы смысл смотреть на B660 и тем более Z690 или Z790. Но, увы, производители предпочли искусственно ограничивать возможности младшего чипсета, чтобы обеспечивались продажи старших. Есть хотя бы одно логичное объяснение такому избыточному многообразию чипсетов. Да, дело в том, что на платы со старыми чипсетами поддержка новых процессоров внедряется апдейтом BIOS. И чтобы избежать ситуации, когда на руках плата на предыдущем поколении и новый процессор, который на ней не запускается, можно просто купить плату на новом чипсете, который уже изначально поддерживает все свежие CPU. Такой подход можно было назвать относительно логичным еще лет 10 назад. Но сегодня уже достаточное количество плат обладает функцией Flashback, которая позволяет обновить BIOS без процессора и ОЗУ. Достаточно просто подать питание, вставить флешку с новой прошивкой и нажать одну кнопку. После этого свежая CPU отлично заработает на старой плате. Так почему бы AMD и Intel не внедрить такую опцию на уровне чипсета? Ответ тут очевиден. Жадность. Платы на формально новом чипсете точно будут стоить дороже той же версии доски, но на предыдущем чипсете. А с учетом того, что далеко не все имеют на руках старый процессор, чтобы обновить BIOS, многие будут вынуждены доплатить за гарантированную совместимость из коробки. Производителям процессоров выгодно плодить множество чипсетов, ведь по сути это абсолютно одинаковые чипы, отличающиеся между собой только прошивкой, а запутавшийся пользователь – лакомая добыча для маркетологов. Поэтому едва ли в будущем Intel и AMD пойдут нам навстречу и упростят выбор, или же сделают принудительный апдейт BIOS без процессора на уровне чипсета. Производители плат тут тоже не особо помогают, нередко доска на топовом чипсете по наполнению не дотягивает до более простых решений, а последние в свою очередь могут искусственно урезаться, чтобы вынудить пользователей к покупке более дорогого решения. Так что, увы, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В чипсетах все равно придется разбираться самостоятельно. Надеюсь, мы хоть как-то вам в этом помогли. Напоминаю про наш Телеграм, где мы каждый день для вас публикуем самые интересные IT-новости. Ссылочка будет в описании. Меня зовут Михаил Крошин. И еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok